Всем привет, друзья, с вами Кэмель Карбарка, всех приветствую, это второй рим летсплей за Бактрию, предыдущая серия была просто кровопролитная, мы отстояли мер в очередной раз против очередной гигантской армии Парфян, и сейчас будем уничтожить эту фракцию без преувеличения, друзья мои, потому что сейчас мы возьмем Ниссу, и у них останется только Задра, и эту Задру мы им как следует надерем. Потом уже нужно будет думать, с кем нам еще повоевать, у нас первая провинция, которая полностью под нашим контролем, это Ария, ну и имеется ввиду то, что мы завоевали, так там у нас были свои Трансаксиана и непосредственно Бактрия сама, да, так, по деньгам, минус очень серьезные деньги у нас уходит на вот этих товарищей, наемные лучники, конники, да, то есть на эти два отряда мы тратим почти 650 денег, но пока их распускать не буду, не знаю, сейчас нам атаковать, но там у них в городе сидит 10 отрядов, 10 отрядов, и это персидские гоплиты, горцы, восточные копейщики, 2 штуки, и 2 штуки горцев, конные застрелы, 2 штуки, элитные персидские лучники, 1 штука, и 2 отряда парфянских пеших лукарей, ну то есть серьезные войска, и вот этому маленькому стеку они лицо сломают без проблем. Нужно туда поддать вот этот стек, но этот стек туда добирается только на ускоренном марше. Блин, ну ладно, будем смотреть, короче, что да как, что да как, так, а если, допустим, вот эта армия встанет, скажем, куда-то вот здесь, нет, она не будет в зоне действия, да, то есть не сможет помочь этой. Хобли, МС, ладно, давайте посмотрим на дипломатию, дипломатия очень важна, я каждый ход буду предлагать всяким массагетским засранцам, он заключит торговое соглашение, оно дает нам деньги, военный союз, нет, какой военный союз, торговый, торговый, дэдс, блин, не хотят. Персия, давай торговать, 273 монеты, блин, это ж так много, да, нате, 650, не хочет, а если, а так, обсудить выплаты, давайте кассер 300, не хочет, что за, что ты меня так не любишь, сагартия тут еще. Давай, торговое соглашение, сколько это нам даст, судя, а они воюют с Персией, судя по всему, им скоро хана. Ладно, ладно, здесь, судя по всему, не с кем толком повоевать, да, вернее сказать, поторговать, повоевать по-но с кем. Ладно, давайте закончим, тогда ход делать нечего, хотя у меня есть, сколько, 6500, давайте что-нибудь построим, знаете, в Хоумленде нашем, он на бомжатню похож, так не пойдет. Так, в Бак-3 пока ничего строить не буду, а в, а нет, Трансаксиана ничего не сможем строить, а в Бак-3 построим, прокачаем. А имеет ли смысл здесь строить, конечно, второго уровня, потому что наши границы уже весьма далеко от нашего Хоумленда? Я думаю, нет, давайте построим. О-в-в-в-в, вот здесь можно построить всякие крутые ништяки. Так, чеканщик, монет, дом мастера, амфор и дом ювелира. Доход от ремесла, доход от горного дела, доход от ремесла, доход от всей торговли, 10%, круто, 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 а это доход от местной торговли, 150%. Да, давайте возьмем чеканщика, пускай будет, чеканщик, пускай монет там чеканит. Ну и все, так, в Мерви, пока пускай все будет как есть, нужно перестроить все-таки Парфи, да? Да, давайте перестроим в нашу культуру. Давайте, давайте яму поставим для зерна. Да, усадь, нет, 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 он нажал яму для зерна. Все, вот теперь можно заканчивать ход действительно. Архасийская армия туда-сюда мечется. Направление развития, значит, военное развитие, это что нам, в месяц с державой должны расти гражданские инфраструктуры и военная мощь. Что сейчас важнее для нашего народа, давайте военные амбиции, нет, давайте общественные пускай развиваются. В военном отношении у нас пока все прекрасно, вот избыток населения в Бактрии вообще шикарно. Так, у нас здесь нету храма, давайте храм поставим. Пускай будет, а потом поставим какие-нибудь, я не знаю, там, чтобы хавчик добывать. Так, наемник есть, один отряд горцев берем. Отлично, да. Так, атакуем Миссу. Так, авторасчет что нам? Нет варианта, нет варианта, ладно. Давайте окружаем, окружаем. И вот сейчас на ускоренном марше надо подойти к городу. Вот сюда. И атака теперь. Теперь уже все в нашу пользу. Авторасчет, давайте в режиме нападения. Заберем себе не со столицы Парфян. Отлично, оккупируем город. Все замечательно. Так, теперь нанимать что мы можем? Ага, хорошо. Так, распуск, значит, здесь наемной конницы. Наемных лучников распустим. Горцы, сколько жрут? 165 минут. Горцы пока пускай остаются. Нанимаем сюда, значит, конные лучники бактрийские, да. Давайте возьмем три штуки. Три пращника пускай будет. Так, ну и все на этом. Строительство давайте здесь. Блин, денег не хватает. В общем, эту армию я должен перебросить сейчас обратно в Сусию. Обратно в Сусию, да. Так, шпиона нашего, Саглиддатого. В сторону Задра. А Задра пустая. Твою же мать, а где, 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 где Парфян? Где твоя армия? Шо с тобой? Шо ты? Не оценил, да? Не оценил ты нас как следует. А себя ты переоценил? Засранец. За это, собственно говоря, и поплатился. Тогда торговое соглашение. Согласен ты или не согласен? Не хочет. Блин. Сколько же денег там будет? 190 монет. Вы такие богаты. 190 монет для вас это уже не то, да? 190 и здесь тоже не хотят. Ну ладно, не хотите как хотите. Сейчас я тогда возьму под контроль полностью эту провинцию. Ну, как полностью. Сейчас Задру заберем. И Гекотампила останется. Блин, очень плохо, что столица провинции остается в чужих руках. Но это не фатально, да? Сейчас нам нужно будет. Вот здесь доберем армию. Это, в принципе, можно распускать. Парфянских войск нигде не видно. Поэтому все нормально. Так, здесь тоже пополняются наши войска. Так, а в принципе, давайте в сторону тогда двинемся прям. Задры. Заканчиваем ход. Парфяне предлагают нам мирный договор. Пусть какие они, ублюдки. Так, давайте сделаем контур-предложение. Создать сатрапию. Они 3000 денег предлагают. О, бедолаги. Не, нифига, нифига. Нет. Лучше я вас уничтожу. Зачем мне это надо? Лучше вас сразу уничтожить. Потому что в дальнейшем вы можете сильных проблем не доставить. А мне этого не надо. Итак, нам вернули ход. Красноречие. Наши посланники обнаружили в чужих странах, в чужой стране женщину, обладающую даром убеждения. Мы могли бы нанять ее, чтобы она помогла нам на переговорах с другими державами. Как вы поступите? Важно, просто политическое. Давайте возьмем, пускай будет у нас. Трудовая повинность исследована технология. Теперь исследуем что? Стадион, Адеон. Да, давайте улучшим строительство. Он так и называется, да? Улучшенное строительство, да. Трехот это будет исследоваться. Получим доступ к новым постройкам. В общем, будет нормально. Так, здесь мы движемся. Вот здесь даже остановимся, чтобы немножко еще. Подвосстановить силы. Да, наемники какие-то тут. Один отряд. Так, здесь что? У меня так, 222 прачника нанимается, да, еще. Так, пехота более-менее. Давайте возьмем еще одного кунного улучника, еще одного прачника. Все. Замечательно. У меня 2600. Теперь строительство. Здесь мы уже строимся. Так, давайте перестроим. Город. Несу в... Сельское поселение, что это нам дает? Рост заход плюс 2, доход от земледелья 100, доход от земледелья плюс 3%. Нет, это нам не подходит. Что дальше у нас? Рыночное поселение. Доход от местной торговли 100, а у нас, не будем забывать, что... Плюшка у нашей фракции, это увеличенный прирост бобосов от торговли. Давайте в рыночное поселение перестроим. Отлично. Так, здесь у нас уже есть одно нахавчик. Одна постройка, да. Поэтому сносим здесь вот эти вот ямы. А здесь что? Нет, пока ничего не буду. Пока пускай будут конюшни. Фракция уничтожена. Эпир, понятно. Найм. Фракция уничтожена. Сагартия. Ооо. Странительство завершено. А что мы здесь строили? Казарма. Все понятно. Сагартия уничтожена. Дрангьяна. Давайте с Дрангьяной торговать. Так, голос не вошенец. Уканалус 92. Обсудить выклад. Да, я тебе дам денег немножко. 200 монет. Блин, какие все таки тупые. Я не могу. Просто жесть. Тупицы. Просто тупейшие тупицы. Не хотят. Да. Не хотят торговать со мной. Так, через ход мы здесь уничтожим этих. Так, давайте глянем, что здесь у персов. Я смотрю, у них такие обширные территории. Викатампила. Рага. Ну, эти два города очень близко. Если мы с ними начнем воевать, я думаю, очень быстро я эти два города заберу. Так, а где у вас еще города? Вот здесь кто? Давайте отправим туда нашего Саглидатова, чтобы она разведывала там. Здесь найм. Так, меня вот с севера вот эта вот тема напрягает. С Кятом, с Массагетами. Так, а что здесь с культурой? Греческая культура 59%. И она, и она. Все, рост притормозился. По всему они там тоже какое-то религиозное здание свое построили, да? Ну, в любом случае неплохо. 59%, да? 1900 мы получаем монет за ход. В принципе, надо будет сейчас разобраться с Парфи, взять Задру и уйти в строительство полностью. Два-три хода поднакопить денег и построить всяких разных очень важных зданий. Ладно, давайте пока закончим ход. Политическое событие, задание, новое задание. Что у нас? Изучение технологии. Вот и философию нам надо изучать. Так, что мы здесь можем построить? Давайте культуру, либо, да? Либо культуру, либо что? Храм, по большому счету, здесь надо строить. Греческое 22%, в основном восточное 75%. Давайте греческую культуру будем делать. Греческую культуру отлично строим. Ну и все. Начинаем атаку на Задру. Давай-давай-давай-давай-давай, речи, шевелись. Все. Атака. Ну давай. Отлично, все, окупило поселение. Круто. И вот это все, что остается от Парфи, которая нас так самоуверенно напала. Тык. Ну я думаю, там один генеральский отряд, он сейчас с голоду сдохнет. И все. Теперь можно уделить внимание строительству. Здесь мы перестраиваем в наши конюшни. Тратим на это достаточно большие деньги. Так, у меня осталось 1900 монет. Что мы можем построить в Бухаре? Так, только город перестроить. Этого делать мы не будем. Так, в провинции Ария. Так. Значит, здесь мы построим. Усадьбу побольше хавчика нет. Пополнение сухопудных хвост 3%. Мне это не нафиг не надо. Доход от земледелия 100%. Доход от земледелия 60%. Ой, блин. Давайте я все-таки построю ямы. Ну и все, деньги на этом заканчиваются. Так, здесь что? Здесь войска нанялись. Их сразу можно прокачать, что ли? Улучшить. Что это даст? Копыт-то. Ну не копыт-то, а эти подковы новые. Так. Может сейчас кто-нибудь согласится после того, как я разгромил? Посмотрите, какие мы огромные стали. Самые большие здесь. То есть, и по войскам мы... Вот наша армия и наша территория, они друг другу не соответствуют все-таки. Поэтому нужно улучшать экономику, чтобы занимать побольше войск. Так. Драндиана, давай, не помпуйся, дайте. Денем там. На. Двести монет на сухарики. Не хочет. Не хочет. Не хочет. Массагед, давай с тобой. Торговля. На тебе. Не хочется. Ладно. О, Мидия Андропотена у нас появилась. Так. Давай, Мидиане, торгово соглашаем. Почему-то они меня не любят. Слушай, что вы меня не любите-то? Военные действия против Парфи. Господи, блин, какие же все такие тупые тут, а. Так. Едать не хочет. Никто не хочет торгать. Да что за фигня? У меня только один торговый партнер, арахоси, и все. Твою мать. Я хотела со всеми торгов... Так, у меня здесь что за армия, вообще? Три отряда, да? Ну, логично будет эту армию перекинуть во Фрат. Какой есть смысл сидеть в Артакане? Ну, все, по большому счету. Задачи на серию выполнены. Парфи уничтожено полностью. Парфи уничтожено полностью. Задронисса и Сусия. Это новые земли нашей фракции. К сожалению, мы не можем взять полностью всю провинцию под контроль, потому что столица провинции, город Гикатампила, находится под контролем другой фракции, с которой мы не воюем, под контролем Персии. Посмотрим, как у нас с Персами будут складываться отношения. Следующая серия, она будет такая экономически-строительская, да? Будем развивать наши земли для того, чтобы иметь возможность нанимать побольше войск и, соответственно, побольше и посильнее воевать. Напомню вам, друзья мои, что ссылка на мой инстаграм находится в описании. Обязательно подписывайтесь, там много всякого разного интересного. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Обязательно лайк, комментарий. До скорых встреч.